Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. Вопросы армян Западной Армении. Уроженцы Западной Армении Вазген Аганеса. Азербайджанцы разрушили центральную библиотеку Катрута. Один из двух проникших в Армению азербайджанцев приговорен к 11,5 годам лишения свободы. В бассейне Озер Иван горят тростники. Специалисты обеспокоены. Музей 23,5 место памяти Гранта Динка удостоен премии «Мужество и правда. Культура Западной Армении. Канатоходцы». В вопросе изучения преступлений, совершенных против армянского народа в Арсманской империи в разные исторические периоды, большую важность придают не только свидетельства иностранных дипломатов, миссионеров и очевидцев, но и воспоминания государственных, политических и общественных турецких деятелей, особенно высокопоставленных чиновников, отдававших приказы о депортации и резне армян. За последние десятилетия неоднократно издавались мемуары как Талатта, Джемаль Амвера, так и султана Абдулгамита II. В своих мемуарах Абдулгамит II, хоть и делал крайне ограниченное обращение к проблемам армян, тем не менее пытался представить историческую реальность как внутренние проблемы армян, тем самым скрывая саму суть проводимой им политики, особенно преступлений, совершенных в отношении армян. Историк отмечает, присутствующая в воспоминаниях лексика не соответствует разговорному или письменному языку того времени, более того, она намного ближе к письменному разговорному стилю современного турецкого языка. То же мнение выражает турецкий историк и юрист Экрем Бугра Экинч, подчеркивая, что в Османской империи не принято, чтобы султаны писали мемуары. Автор ряда научных работ, посвященный истории Османской империи Энгин Денис Акарле, также считает, что приписываемые Абдулгамиду мемуары на самом деле не принадлежат его Перу. В этом также убежден писатель Абдулхамид Кирмис, так как во время правления он, вероятнее всего, не успел их написать. В 1909 году бывшему султану, сосланному салонники и тихадисты запретили бы написать воспоминания, в которых могли быть негативные мысли о деятельности и тихадистов. Еще в 1913 году общественно-политический государственный деятель Аршак Джамалян опубликовал в газете «Горизонт» и «Флиза» серию статей под названием «Воспоминания Абдулгамида». Однако статьи были переведены не с немецкого оригинала, а с французской газеты «Тан», издающейся в Париже. В дальнейшем было доказано, что мемуары Абдулгамида II были опубликованы в немецкой газете в феврале, марте и апреле 1913 года. В переводе Джамаляна до нас дошла часть серии статей немецкой газеты, опубликованной в издании лишь одного месяца. В рамках празднования победы на нацистской Германии 9 мая 1945 года представляем следующее свидетельство. Уроженцы Западной Армении внесли большой вклад в победу Советского Союза над фашистской Германией. Одним из них является человек, которым я особо горжусь, так как это мой дедушка, герой Советского Союза, летчик-истребитель, полковник авиации Вазген Аганесов Бишарян, который родился 10 февраля 1920 года в селе Ором Артыхского района Армении. Вазген Аганесов начал свой путь в Бакинском авиационном клубе, постепенно осваивая летную технику. В 1941 году окончил Тбилисскую военную школу летчиков. С декабря 1941 года младший лейтенант Аганесов участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной войны, был заместителем командира эскадрильи 347-го истребительного авиационного полка. За всю войну Аганесов совершил 324 успешных боевых вылетов, в 75 воздушных боях лично сбил 23 фашистских самолета. Аганесов ходил в символическую группу «Сталинские соколы». Так традиционно называли советских асов военно-воздушных сил. Самолет Вазгена был подвид единственный раз в самом конце войны. 28 апреля 1945 года летчик, тяжело раненый осколками зенитного снаряда, нашел себе в силы посадить поврежденную машину в расположении наших войск. Свой последний боевой полет Вазген Аганесов выполнил во время боевых за Берлин. В преддверии победы предстояло не допустить вылет из освобожденного Берлина самолет с руководителем Рейха во главе с Гитлером, пишет де-факто АЭМ. К вечеру 27 апреля стало известно, что, потеряв все аэродромы в Берлине и вблизи него, немецкое командование готовится использовать для взлета и посадок самолета в главную аллею парки Тиркарден. Эту информацию подтвердил громкомандующий 3-го истребительного авиационного корпуса генерал Цавицкий. Полную статью читайте на нашем сайте. Бывший сотрудник администрации Гатрута Еразик Аванесян обеспокоен. На оккупированных территориях Арцаха азербайджанцы продолжают культурный вандализм. Отметим, что районная библиотека Гатрута имени Аветика Исаакяна была создана в 1932 году, насчитывала более тысячи книг, которые в дальнейшем достигли 30 тысяч. Западная Армения осуждает российское и конкультурное поведение азербайджанской стороны, в то же время призывая международное сообщество держать в центре внимания агрессию, проявленную на оккупированных территориях Арцаха. Один из двух азербайджанцев, проникших в Армению в апреле этого года, а затем обнаруженных жителями приграничных сел и арестованных правоохранителями, Акшин Бабиров приговорен к 11,5 годам лишения свободы. По сообщению высшего судебного совета, Бабиров признал обвинение в незаконном пересечении границы, незаконном проводе через государственную границу огнестрельного оружия и боеприпасов, поэтому суд рассмотрел дело в ускоренном порядке без подробного расследования. Объявительный приговор Акшину Бабирову еще не вступил в силу. По закону для этого установлен срок в один месяц. У нас есть два человека, производство по одному из которых уже завершено. Дело направлено в суд. Дело второго военнослужащего на данный момент находится на этапе расследования. Второй диверсант обвиняется в убийстве при отягощающих обстоятельствах, отметила генпрокурор Анна Вардапетян. Согласно уголовному делу, 12 апреля в компании Хусей Ахундов, убив из огнестрельного оружия аэропета Мелексетяна, пытался вновь незаконно пересечь границу Армении и перейти в Иран. С этой телю Ахундов похитил мобильный телефон охранника, пытался запустить двигатель, припаркованный на территории автомобиля, но не сумев, вскрылся. Позже местные жители обнаружили его возле Капана и передали правоохранителям. Число случаев пожаров в бассейне озера Ван начало расти. Эксперты заявляют, что из-за глобального изменения климата и сокращения вод тростник находится под угрозой. В тростниковых провинциях Арчеш, Мурадье, Тушпа и особенно Ипекелу-Ванна, где обитает множество птиц, происходят крупномасштабные пожары. Из-за пожаров под угрозой находится животный мир. Только недавно в провинции Ипекелу, в тростниках озера Эрчек, где обитает 250 видов птиц, в результате пожара погибли птицы и другие виды животных. По мнению специалистов, пожары обычно бывают вызваны человеческим фактором, иногда они могут быть вызваны электричеством или по другим техническим причинам. Правительство Западной Армении, держа в центре внимания экологические проблемы, с сожалением отмечает, что частота подобных экологических катастроф может быть совершена человеческим фактором. Турецкие власти, продолжая держать под оккупацией Западную Армению, постоянно подвергают чрезмерному использованию недр, нанося подобными пожарами большой ущерб природе, создавая серьезные экологические проблемы, уничтожающие генетические ресурсы. Учрежденные в 1977 году журналистом, музееведом и писателем Кенетом Хадсоном и носящего имя в рамках премии «Музей года Европы» премия за институциональное мужество и честность принуждается музею, учреждению или физическому лицу, который смело поднимает и расширяет общее представление о роли и обязанностях музеев в обществе. Жюри присвоила музею 23,5 место памяти Гранта Динка звание лауреата премии институционального мужества и честности Кенетта Хадсона за целостный и универсальный подход к правам человека, поощрение взаимопонимания и сострадания, также содействие социальной трансформации и демократизации в 2023 году. От имени музея Наят Каракеси выступил с благодарственной речью, отметив «Мы благодарны за то, что уважаете нашу работу, что удостоили нас этой значимой и престижной награды. Хотим поблагодарить всю команду фонда Гранта Динка, руководство Консультативный совет и всех партнеров. Выражаем особую благодарность семье Гранта Динка. Несмотря на неписуемую боль, они превратили ее в силу и деятельность». Культура в Западной Армении – канатоходцы. Канатоходцы – один из театральных жанров средневековой Армении, о котором существует свидетельство V века. Как народное искусство, оно сохранилось до наших дней. Трудно четко определить, канатоходство – это искусство или ремесло. Однако, как бы мы его ни называли, сегодня канатоходцев мы почти не встречаем. Когда-то канатоходец был неотъемлемой частью национального праздника. Под аккомпанемент музыкальной группы канатоходец танцует на канате, натянутый между двумя колоннами. Его слуга-клоун Ялан Чи собирает деньги у зрителя, имитируя его движение и иногда подсмеивается над ним. Выдающимся армянским канатоходцем был основатель и актер театра аромян Ованес Гаспарян. Во время праздниц в Западной Армении проходили показы и конкурсы канатоходцев. И в завершении новостей послушаем армянскую народную песню с Сарой Инкуга «Дзюавож». Сарой Инкуга «Дзюавож» Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Сарой Инкуга «Дзюавож» 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 Сарой Инкуга «Дзюавож»